10 страшных изобретений для красоты, которые, слава богу, остались в прошлом. В период с 20-х по 50-е годы прошлого века индустрия красоты только зарождалась. В то время появилось множество сенсационных новшеств, но некоторые больше походили на пыточные устройства, чем на изделия для красоты. Какие из них по-настоящему вредны? Давайте узнаем вместе. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение, чтобы первыми узнать о наших новых видео. Номер 10. Калибратор красоты. Звучит как некий измерительный прибор, правда? Вы не так далеки от истины. Это устройство было создано, чтобы помочь визажистам увидеть каждую асимметричность, неровность и изъян на лице модели. Благодаря калибратору красоты визажисты определяли, какие черты нужно акцентировать, а какие сделать менее заметными с помощью макияжа. Вроде бы отличная идея, да? Не совсем. На самом деле этот шлем состоял из сотен винтов и ремешков, которые крепились на голове женщины и настраивались по 325 параметрам. Разумеется, процедура была не слишком комфортной. Визажист мог нечаянно затянуть ремешки слишком туго. После процедуры многие модели испытывали сильнейшую головную боль. Неудивительно, что вскоре про изобретение забыли. Номер 9. Завиватель волос. Это устройство было мечтой всех девушек, желавших получить кучеряшки, когда еще нельзя было прийти в любой салон и сделать химзавивку. Да, даже в те времена дамы с прямыми волосами хотели их завить и наоборот, что-то не меняется никогда. Так вот, то, что казалось лучшей идеей в мире после хлеба в нарезке, обернулось катастрофой. Видите ли, парикмахер сначала обрабатывал волосы сильным химическим раствором, а затем наматывал их на раскаленные бегуди, свисавшие с некоего подобия канделябра. Процедура длилась 6 часов, так что, естественно, многие уходили с поврежденными волосами, а то и с ожогами головы. Что ж, красота требует жертв. Хорошо, что с развитием технологии завивки волос этот агрегат в итоге остался далеко в прошлом. Номер 8. Похмельный рай. Если вы устали, ну или с похмелья, маска для лица всегда поможет. В 1947 году у современных средств был аналог – маска с пластиковыми кубиками, заполненными ледяной водой. Изначально она предназначалась для того, чтобы освежить лицо модели перед выходом на подиум, не повредив макияж. Позже, однако, маску стали использовать, чтобы придать себе свежести после вечеринки. Отсюда и название. И ведь неплохая идея. Кубики льда действительно помогают избавиться от опухлости после бурной ночи. Наносить маску слишком долго было небезопасно. Она могла спровоцировать обморожение, и потому ее популярность постепенно угасла. Номер 7. Удалитель веснушек. Сегодня веснушки настоящий бьюти-тренд. Они настолько в моде, что те, кого природа ими не одарила, рисуют их себе сами, а иногда и делают татуировки. Однако еще совсем недавно веснушки считались изъяном, и веснушчатые девушки прилагали все усилия, чтобы от них избавиться. Отчаявшись, прибегали к удалителю веснушек. Вот как это работало. Визажиста носил на лицо дамы особый химический состав, предварительно специальным агрегатом зажав ей нос, глаза и рот во избежание ожогов. Звучит так себе. Вам не кажется? Но, видимо, это работало. Веснушки исчезали в течение недели. Тем не менее, опасности процедуры это не отменяло. И вскоре ее применение прекратили. Номер шесть. Гламурная шляпка. Звучит как что-то модное и милое, но на самом деле гламурная шляпка – это странный шлем, похожий на маску пасечника. Внутри создавалось пониженное атмосферное давление, что якобы улучшало кровообращение. Бытовало всеобщее мнение, что после шляпки лицо женщины становилось свежее, а кожа более молодой и упругой. Однако у средства был один весьма опасный побочный эффект. Оно вызывало те же ощущения, что и при полете на большой высоте или высоко в горах. И некоторым женщинам становилось дурно, а кто-то и вовсе терял сознание. Разумеется, со временем нашлись лучшие способы поддерживать тон из кожи и гламурную шляпку придали забвению. Номер пять. Разогревающая маска. Этот странный на вид инструмент из прошлого предназначен для стимуляции кровотока жаром, чтобы сделать кожу лица более гладкой и здоровой. Поначалу тысячи женщин хотели попробовать это устройство и заполучить сияющую кожу. И хотя, по сути, идея была неплохой, конструкция маски оказалась небезопасной. Поскольку больше значит лучше, многие девушки, желавшие быстрых и долговечных результатов, ставили жар на максимум. Как несложно догадаться, это наносило серьезный ущерб их коже и общему самочувствию. Хорошо, что сейчас у нас есть маски для любых потребностей. Номер четыре. Машинка для ямочек. Ну кому не хочется иметь очаровательные ямочки на щеках? Похожим ими интересовались и век назад. Как и все великие изобретения, машинка для ямочек восполняла проблемы, допущенные природой. Она представляла собой обычную пружину с двумя штырьками на концах, которые упирались точно в нужные места на щеках. Создатель обещал, что после нескольких дней ношения появится весьма натуральный на вид ямочки. Однако, все получилось совсем не так, как было задумано. С машинкой было неудобно жевать и челюсти деформировались, а длительное использование было и вовсе чревато неправильным прикусом. Все меньше женщин рисковали переносить такие трудности и вскоре устройство заслуженно кануло в лету. Номер 3. Корректор носа. Сегодня сделать пластику носа не так уж и сложно, если у вас есть деньги, хороший хирург напрямите и свободное время для операции восстановления. Но так было, конечно же, не всегда. И поэтому женщины прошлого пользовались корректором носа. Реклама гласила, что корректор изменит форму носа одним лишь давлением на него. А именно, если у дамы был крупный или крючковатый нос, это устройство могло сделать его тоньше и прямее. Однако, поразительный эффект длился недолго. И стоит ли упоминать, что корректор мешал нормальному дыханию? Ожидание он не оправдал, а потому был забыт. Номер 2. Токсичные кремы. Открытие радиа Марии и Пьером Кюри в 1898 году вызвало бурю интереса, как в научном сообществе, так и в индустрии красоты. Не прошло и 15 лет, как на рынке появились продукты на основе радиа. Ради было первым словом на рекламных плакатах такой косметики. И это была никакая неуловка. Его действительно использовали в производстве. Сегодня всем известно, насколько радиа опасен, так что мысль о том, чтобы наносить его на лицо, ужасает. Но в то время создатели кремов обещали омоложение лица и волшебное очищение кожи. Настолько волшебное, что с прилавков средства исчезали очень быстро, и никто по ним не скучал. Номер 1. Массажер для головы. Название просто восхитительное. Наверное, людям всегда нравился массаж головы, чем и воспользовались великие умы прошлого, придав этот огромный агрегат с четырьмя вращающимися дисками для успокоения кожи головы. Он стимулировал кровоток, ускоряя рост волос и предположительно предотвращая их выпадение. Звучит опять-таки прекрасно, но в изобретении не оказалось никакой пользы. Того же эффекта можно было добиться в домашних условиях безо всякого оборудования. К тому же самостоятельно это делать было еще и безопаснее. Неудивительно, что массажер для головы не задержался на рынке. Какое из этих изобретений самое безумное? Скажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться видео с подругами и друзьями. Им наверняка будет интересно узнать все это. До скорой встречи! Будем ждать вас на яркой стороне!